Наградой за веру Является возможность увидеть то, во что мы верим Увидеть то, во что верим Сейчас, когда прошло два десятилетия Мы можем увидеть то, во что верили все эти годы К чему стремились, во имя чего работали За 25 лет произошло многое В стране успел смениться строй Выросло новое поколение людей Екатеринбургский центр микрохирургии глаза Выбрав однажды свой путь, не сворачивая Идет к цели, которую ясно видит впереди Возвращать людям зрение Начало 24 апреля 1986 года Москва, Кремль, Центральный комитет КПСС И Совет Министров СССР Постановление И вскоре был заложен первый камень МНТК Очень интересные технологические мысли и деяния были собраны в Москве В школе профессора Федорова И вот, собственно, зародилась такая идея Как бы быстро передать эти технологии Эти новые возможности в хирургии глаза На периферию То есть, в принципе, по всей России И вот таким образом разводилась идея Строительства 12 филиалов И 12 центров региональных Одним из которых, собственно, мы и являлись Когда рассматриваешь фотографии тех лет Возникает ощущение, что трудности только у десятере Алексея В стране развал, а нарождающийся коллектив Строит многоэтажный корпус Организует бесперебойную поставку техники и материалов Сейчас удивительно видеть в кадрах хроники Как будущие кандидаты и доктора медицинских наук Таскали бетон и работали наравне со строителями В могучей кучке поначалу лишь первая четверка Христо Тахчиди, Олег Шиловских, Сергей Панфилов, Виктор Ободов Но уже в 1988 году число энтузиастов растет Это время было особенным Тогда цементировалось ядро филиала Формулировались правила, которые стали нерушимой основой для последующих лет деятельности 1988 год Свердловский филиал открыт Механизм запущен Заработала знаменитая ромашка Началось лечение людей И каждодневная борьба за их прозрение В день пуска по традиции Первым оперировал Святослав Федоров Затем заступила бригада врачей Как оказалось, теперь на 25-летнюю вахту И сразу же встал кадровый вопрос Специалисты высокой квалификации Нужны были как воздух Когда определится взгляд на вещи То будет приобретено знание Взгляд на вещи определил Святослав Федоров Он стал первым учителем-подвижником Благодаря его идеям подготовка новых кадров проходила в непрерывном режиме В Свердловском филиале решают рискнуть И набирают основной состав Из выпускников Свердловского мединститута Стариков было всего четверо И им приходилось работать круглый день С утра до ночи В течение года удалось вырастить специалистов Воспитанных в одной идеологии С одними мыслями и общими целями В Екатеринбургском центре МНТК Микрохирургия глаза Наряду с использованием самых передовых Современных мировых методов диагностики Для лечения разрабатываются и внедряются собственные технологии Оперативного лечения катаракты Глоукомы Отслойки сетчатки Офтальмопластики Хирургии слезоотводящих путей С применением диагностических исследований для 3D-моделирования Патологии роговицы Применение которых позволяет достичь наилучших клинических результатов Наступило время, когда профессионалы Екатеринбургского центра Микрохирургия глаза перешагнули рубеж страны Люди верят больше глазам, чем ушам К нам едут уверить все своими глазами Интерес к деятельности екатеринбургских офтальмологов растет Научные успехи придали уверенность в своих силах И расставили все по местам В 1992-м Екатеринбургский центр МНДК проводит первую регионально-научно-практическую конференцию для офтальмологов Урала В 1995-м уже в Екатеринбурге проходят тюбингенские чтения подслойки сетчатки Это было естественное развитие Центр уже утвердился как клиника и как некий офтальмологический интеллект И мог показать миру свои возможности Показать, что Урал достаточно цивилизованная зона в Европе и в Азии Так была рождена идея создания нового офтальмологического международного форума Который мог бы собраться именно в Екатеринбурге 1998 год На первую международную евроазиатскую конференцию по офтальмохирургии Организованную центром Съезжаются коллеги со всей России Ближнего и дальнего зарубежья Сразу 300 участников Это был настоящий успех Известность росла И сегодня каждая ЕАКа собирает более 600 специалистов со всего мира Врачи Екатеринбургского центра являются членами Семи офтальмологических обществ России, Европы, Америки 2001 год Первая международная награда клиники Приз Витриоретинального общества 2003-й Пальмовая ветвь Европейского общества Катарактальных и рефракционных хирургов 2005 год Награда за новую хирургическую технологию 2008-й Медицинский Олимп 2010-й Награда в секции Глоукома На Конгрессе Американского общества Катарактальных и рефракционных хирургов 2012-й Сразу две международные награды Азиатско-Тихоокеанского общества По офтальмопластике и реконструктивной хирургии Предвидеть Значит управлять Развитие микрохирургии глаза в Екатеринбурге Шло так, как и предвидел его основатель Святослав Федоров Я счастлив, как счастливый отец Я вижу, как они хорошо растут Развиваются Причем они перевыполнили все Мыслимые планы, которые я закладывал Мы закладывали 13-14 тысяч операций Они делают 23-24 тысячи операций В течение года За 25 лет работы Более 3,5 миллионов человек Стали пациентами Екатеринбургского центра МНТК За это время оперативное лечение А значит возможность лучше видеть Получили практически 800 тысяч человек Доступна уникальная Высокотехнологичная офтальмологическая помощь Абсолютно для всех слоев населения Благодаря программе Обязательного медицинского страхования Свердловской области 50% услуг в центре Оказывается бесплатно Развитие центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге Шло одновременно в разных направлениях 1989-й Первое на Урале отделение лазерной хирургии 93-й Отделение контактной коррекции 94-й Первый в Екатеринбурге оптический салон европейского уровня 99-й Впервые на Урале внедрена эксимер лазерная хирургия 2003-й Новая операционная хирургия слезоотводящих путей 2006-й год Первый в Урало-Сибирском регионе Ветлаб 2009-й Новая диагностическая линия повышенной комфортности 2010-й Новые площади стационара И в это же время развивается, расширяется сама клиника Возводится новый корпус Сдаются два жилых дома Строится прачечная Котельная От основной базы в Екатеринбурге Словно по радиусам распространялся опыт Возникали новые лечебно-диагностические отделения В Нижнем Тагиле, Лесном, Серове, Каменскуральском, Сухом Логе, Верхней Пышме, Тюмени, Сургуте, Нижневартовские Консультативные кабинеты есть практически во всех районах Екатеринбурга В 2006-2007 годах совместно с администрацией города реализуются два проекта Второе детское отделение клиники и городское отделение диагностики и лечения глоукомы В центре работают два отделения охраны детского зрения Каждый месяц сюда приходят более двух тысяч маленьких пациентов Чтобы пройти обследование и лечение в школе зрения Кто светит, тот и видеть лучше будет Искусство возвращать зрение — миссия МНТК Перелистывая события прошедших 25 лет, поражаешься Как много сделано Центр в Екатеринбурге мог бы издать свой исторический календарь Где на каждом листе было бы и не по одному открытию Научному, производственному, человеческому Наш комплекс микрохирургии глаза — это мечта Мечта одного человека Эту мечту подхватили его ученики И отсюда грандиозные планы И поистине потрясающие успехи Успех нашего коллектива состоит в том Что здесь знают, что такое роль личности в истории Личности здесь повсюду На рабочих местах, на всех участках Это врачи, сестры, санитарочки, повара, водители Все они работают невероятно слаженно Что создает поистине уникальный, сбалансированный организм В этом коллективе появляются семьи, рождаются дети Прирастают знания Но главное, они умеют делать дело Подобное высокой миссии Возвращать людям зрение 25 лет подвижничество позади Впереди безграничное поле деятельности Дух захватывает от высоты От возможности дарить людям счастье и видеть Видеть этот прекрасный мир во всех его красках Искусство возвращать зрение Редактор субтитров А.Семкин